В Болотном, в одном из центров адаптации, вернуться к нормальной жизни пытаются бывшие алкоголики и наркоманы. Реабилитанты сами себя обслуживают, занимаются благоустройством, где-то с трудом, но трудом побеждают зависимость. Суп у нас куриный с макаронами. Никаких наемных рабочих в центре нет. Реабилитанты сами себе повара, уборщики, строители и парикмахеры. Иван самый молодой, ему 21 год. Последние 8 лет был под кайфом. В реальности живет всего-то 4 месяца. Первый месяц, полтора тяжело, пока адаптируешься, провыкаешь. Потом понимаешь, что здесь происходит, для чего все это делается. Сегодня в центре адаптации живут 20 бывших наркоманов и алкоголиков. Из Новосибирска, Новокузнецка, Тагучина и не только. Конечно, трезво жить – это их решение. Но добровольно сюда никто не приезжает, только по настоянию у родных и близких. Татьяна употребляла наркотики более 20 лет. Как и все наркоманы, свято верила, что бросит в любой момент. Но чудо не произошло. Утром не можешь ничего сделать, пока не употребил наркотики. Ты не можешь ничего, не почистить зубы, ты не можешь сходить просто в магазин за хлебом. Ты не можешь встать с кровати, пока не употребил. Не остается выбора, употреблять или не употреблять. Тебе всегда нужно употреблять, чтобы хотя бы как-то ходить, двигаться, жить, разговаривать. Естественно, начинаются кражи из дома, начинается обман родителей, соседей, друзей, начинаются потери работы, начинаются случайные криминальные связи. Время проживания в центре у каждого разное. Татьяна выздоровела за полгода, а сейчас помогает другим справляться с зависимостью. Еще с ребятами работают психологи, наркологи и консультанты. Есть требования по физическому состоянию. Это исключение открытой формы туберкулеза. Это исключение таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца. То есть все то, что может каким-то образом повлиять на процесс реабилитации. Это в первую очередь. Ну, опять же, второй момент – это психическое заболевание. То есть сложные психические расстройства, при которых невозможно проводить реабилитацию. Ну, и таких тоже ребят исключаем. Теперь, прежде чем в центр принять человека с зависимостью, он проходит медосмотр. И если терапевт не находит противопоказаний, больного принимают на реабилитацию. В период восстановления реабилитанты несколько раз сдают анализы. Центр в Зудово открыли год назад. Из 40 реабилитантов, проходивших курс, 10 вернулись к нормальной жизни. Зинаида Мельникова, Михаил Кауров, Новости ОТС.